Фильмы 1943 года советские. Ну, во-первых, «Жди меня» нужно отметить. Имеется стихотворение Константина Симонова, известное «Жди меня» и Симонов. На тот момент один из наиболее популярных поэтов. Ну и, в принципе, из стихотворения сняли мелодраму. Сюжет, в общем-то, обычный для фронтовых мелодрам, поэтому, пожалуй, не будем. Нужно отметить, что главная там Валентина Серова, она играет Лизу Ермолову и довольно хорошо. То есть, все это ее амплуа соответствует. Сценарий писал сам Константин Симонов. Там имеются также песни на стихи Симонова. В общем, такой вот прорыв поэтов-кинематограф. «Воздушный извозчик» – неплохой фильм с Жаровым. Что интересно, прямо посреди войны, в общем-то, снят в жанре музыкальной комедии скорее. То есть, там много комических таких, ну, добрых таких эпизодов, без всякой особенно злобы. Хотя, в общем-то, война особенного пафоса нет. То есть, там главный герой-летчик, он, да, фронтовик, все такое. Но Жаров такая вот у него. Добрый такой человек, вполне простой. Ну, Жарова все знают, и в амплуа вполне там хорошо проявлена. Людмила Целиковская играет героиню, она там певица, поэтому, по ходу фильма, довольно много поет из обычного репертуара, в том числе, поет на фронте. Ну, вот, кстати, современным российским фильмам Второй мировой все-таки не хватает вот этого вот простоты такой. То есть, они пытаются изобразить все события, как какие-то такие пафосные, и пытаются вносить элементы криминальной драмы, там какую-нибудь истерику там развернуть, какие-нибудь там необычные страсти, мордасти устроить. А, собственно, в сороковые так не снимали. Снимали достаточно так просто, как обычные люди, их обычные отношения, без всяких таких особенных страстей. То есть, даже, в общем-то, сталинское кино ничего там особенно не накручивало. Безусловно, интересный фильм «Новое похождение» Швейка, который был довольно популярен в СССР потом. Ну, это, в общем, продолжение Швейка с использованием его образа, который был у Гашика. Но Швейк уже на этот раз воюет, естественно, с Гитлером. И там имеется Гитлер в исполнении Сергея Мартинсона, над которым Швейк всячески грубо издевается. Борис Теннин. Швейк, Фаина Раневская, кстати, играет его тетю Адель. Конечно, грубый юмор. Это, конечно, не Гашик. Гашик более тонкий, образованный, у него много скрытых намеков. Тут, конечно, ничего нет. Довольно все грубо. Но военная пропаганда. Это все понятно, что и нечего было в 43-м году что-то там утонченно какие-то намеки сочинять. Ну, а так, в общем, достаточно образ, хотя я угрублен, но Швейк, в принципе, использован адекватно. Поскольку времена были вообще грубые, имела тоже свою популярность. Вполне интересный фильм, местами действительно смешной, хотя и грубоватый. Два бойца. Очень известный в СССР фильм. Постоянно крутили по телевизору, помню, в советское время, в 80-е. Тоже достаточно лирический. Там, в общем-то, два человека. Марк Бернес играет Одессита Аркадия Дзюбина. И Борис Андреев играет такого, как обычно он играл, такого туповатого, доброго парня с Урала. Такого великана и все такое. А Бернес играет такого маленького Одессита Ехидного. В общем, они друг друга дополняют. Естественно, в связи с разницей в темпераментах они ссорятся регулярно. Но, в общем, как-то находят общий язык и оказываются друзья. И потом они в бою Саша Свинцов как раз выносят Аркадия Дзюбина с поля боя. Поскольку Марк Бернес поет, он там много поет. И много известных советских песен из этого фильма «Два бойца». «Сталинград» – документальный фильм. Съемки были сделаны 15-ю фронтовыми кинооператорами. Все, что отсняли в «Сталинграде», «Сталинградская битва» в январе 1943 года кончилась. Где-то последние съемки они снимали в первых числах февраля 1943 года, когда уже сдавалась окруженная группировка. И уже буквально за месяц они смонтировали, и фильм вышел на экраны. Это, в принципе, аналогично. Перед этим был фильм о битве под Москвой, который тоже быстро сразу смонтировали, сразу выпустили. То, что имел также информационную роль, то есть телевидения не было. А вот в кино можно было бы смотреть реально на события. Ну, снято масштабно. Режиссер Леонид Варламов, тот же, который создал фильм «Разгром немецких войск под Москвой». И стилистика, и отдельные приемы фильма вот этого о битве за Москву присутствуют и в «Сталинграде». Снимали штабы, в том числе сняты генералы Чуйков, известные Гуров, Людников и так далее. Жуков отказался сниматься, послали, послал тех, кто его хотели снимать прямо на передовую, и они попали там в самый центр сражения и снимали солдат. Надо сказать, что да, многие операторы работали непосредственно в «Сталинграде» во время боев, рисковали жизнью. Там был альпинист Валентин Орлянкин, который по крышам. То есть им надо было и скрыться от пуль, и найти какое-то место, с которого можно хорошо снять. То есть задачи у них были довольно сложные, в целом справились. Многие кадры из фильма потом стали распространенными цитатами. То есть когда вспоминают «Сталинградскую битву», часто отдельные фрагменты из фильма показывают или включают. Высокая, естественно, оценка у советской критики была. Отмечали, что не просто, так сказать, кинохронику монтируют, но индивидуализируют. То есть показывают индивидуальных героев войны, что было тоже важно. Надо сказать, что они в этом фильме использовали трофейную немецкую кинохронику. То есть то, что отснимали немецкие кинооператоры, они тоже это все захватывали и монтировали в советский фильм. Имел успех, естественно, у советских зрителей и за рубежом, где тоже интересовались, что происходит. И очень хвалили тот же Константин Симонов, Алексей Толстой. Крупнейшие писатели советские, они, естественно, продвигали этот фильм. Ну, сейчас современные отмечают, что есть некоторая пафосность, хотя там она, я думаю, оправдана, учитывая масштаб происходящего, гибель людей и так далее. Получил сталинскую премию первой степени в области литературы и искусства. Продолжение следует...